Мы продолжаем наш полет в космосе к невероятной и могучей сверхзвезде, звезда которого вышла за рамки всех восприятий и победила все рекорды по сверхкосмическому размеру. Звезда Стивенсон 2-18, яркий красный сверхгигант или гипергигант, является членом звездного скопления Стивенсон 2. В галактике Млечный Путь в настоящее время является крупнейшей известной звездой, отобрав лидерство у Кью Щита и одним из самых ярких холодных сверхгигантов с измеренным радиусом 2150 солнечных радиусов и светимостью 437 тысяч светимости Солнца. Считается, что эффективная температура этой звезды составляет 3200 по Кельвину. Если поместить ее в центр Солнечной системы, то ее фотосфера поглотит орбиту Сатурна. Расстояние до Земли достигает 18 910 световых лет. Стивенсон или СТ-2-18 демонстрирует черты и свойства высокосветящегося красного сверхгиганта со спектральным типом М6, что необычно для сверхгигантской звезды. Это делает ее одной из самых экстремальных звезд в Млечном Пути. Стивенсон характерная для исключительно крупных и светящихся низкотемпературных звезд. Рассеянное скопление Стивенсона-2 обнаружил американский астроном Чарльз Брюс Стивенсон в 1990 году в данных глубокой инфракрасной термографии. Скопление Стивенсона-2 – одно из несколько массивных рассеянных скоплений в созвездии Щита, каждую из которых содержит несколько красных супергигантов. При привычном анализе свойств звезд, скопление «Самая яркая звезда» в районе скопления получило идентификатор 1. Однако немногим больше звезда была исключена из скопления Стивенсона-2 из-за своего внешнего положения, анатомальной высокой яркости и нетипичности собственного движения и была относена к категориям несвязанных красных сверхгигантов. Стивенсон-2-18 обычно классифицируется как красный сверхгигант, отчасти из-за широкой профиле линии. Однако значительный инфракрасный сбыток, что говорит о возможном эпизоде экстремальной потери массы, автор Дэвис в 2007 году заявил, что звезда может быть красным гипергигантом, как Ю большого пса. Также утверждается, что Стивенсон находится на грани выброса своих внешних слоев и эволюции в яркую голубую переменную, или звезду Вольфа Райя. В более позднее исследование той же звезды был присвоен номер 18, и она была отнесена к выносной группе звезд под названием Стивенсон-2-СВ, которая, как предполагается, находится на такой же расстоянии от ядра скопления. Для звезды часто используется обозначение СТ-2-18, сокращение от Стивенсона-2-18, следуя номинации Дегучи в 2010 году. В 2012 году Стивенсон, наряду с 56 другими красными свергигантами, наблюдалось в рамках исследования мазерного излучения красных свергигантов по всей галактике. В ходе исследования было определено свойства этих красных свергигантов с помощью компонтного массива Австралийского телескопа АТСК. Тивенсон был среди упоминающих красных свергигантов. В том же году его наблюдали еще раз для исследования типа космических мазеров. на красных свергигантских звезд в скоплении. В ходе исследования Стивенсон был определен как звезда. В ходе исследования Стивенсон-2-18 был определен как звезда, не связанных со Стивенсоном-2. На основании различия в радикальной скорости. В 2013 году в ходе исследования красных свергигантов в скоплении Стивенсон-2, Стивенсон-2-18, обозначаемый как D-1, была замечена и получила спектр, в котором был определен ее спектральный тип. В некоторых более поздних исследованиях звезда была описана как красный свергигант очень позднего типа. Ст-2-18 демонстрирует черты и свойства сверхвысокосветящегося красного свергиганта со спектральным типом М6, что необходимо для свергигантской звезды. Это делает ее одной из самых экстремальных звезд в Млечном Пути. Она занимает правый верхний угол диаграммы Рассела области, характерной для исключительно крупной и светящейся низкотемпературной звезды. Светимости звезды. Одна из расчетов для определения светимости звезды путем подготовки спектрального распределения энергии дает светимость звезды почти 440 тысяч светимости Солнц. Альтернативные, но более старые расчеты 2010 года все еще предполагают принадлежность звезды к скоплению Стивенсона-2, дает гораздо более низкую и относительно скромную светимость 90 тысяч светимости Солнца. Более новый расчет, основанный на интеграции СИД, на основе опубликованных потоков и предполагающих расстояние до звезды 5,8 килопарсек, дает баллометрическую светимость 630 тысяч светимость Солнца. Температура поверхности звезды равна 3200 по Кельвину. Была рассчитана в 2012 году путем подгонки спектрального распределения энергии СИД, что делает ее намного холоднее самых холодных красных сверхгигантов с предсказанной теорией звездной эволюции, обычно около 3500 по Кельвину. Исследования в 2013 году определили спектральный тип звезды Стивенсона как М6, что необычно даже для красного сверхгиганта, основываясь на ее спектре, и некоторых спектральных особенностях. Особенности спектр Стивенсона включают спектральных линий оксида титана. Радиус звезды составляет 2150 солнечных радиусов и равен приблизительно 1 миллиарду 497 миллионам километрам. Если предположить, что это значение верно, то это делает звезду самой крупной из известных красных сверхгигантов, таких как Антерос А, Бетельгезия, Кью Большого Пса и Кью Щита. Объем Стивенсона примерно в 10 миллиардов раз больше объема Солнца. Однако при такой разнице в объеме Стивенсона тяжелее Солнца всего лишь в 50 раз. В потере массы Стивенсона по оценкам исследователей скорость потери массы Стивенсона составляет примерно 1,35 солнечных масс в год, что является одной из самых высоких показателей для известных сверхгигантов звезд. Возможно, что СТ недавно потерпела эпизод экстремальной потери массы, что объясняется ее значительным инфокрасным избытком. Некоторое время велись споры о том, что действительно ли эта звезда является частью предполагаемого скопления. Споры велись из-за того, что ее радиальная скорость ниже других звезд скоплений. Но при этом некоторые спектральные показатели указывают на принадлежность звезды к скоплению. Некоторые источники утверждают, что звезда может не являться гигантом переднего плана. Однако более поздние исследования рассматривают звезду маловероятно членом скопления Стивенсона-2 из-за ее экстремальных и непротиворечивых свойств. Используя показатели радикальной скорости звезды, определенные по мазерному излучению СИО, что в ряде исследований красных сверхгигантов в массивных скоплениях Стивенсона-2-18 рассматривалось как красный сверхгигант, не связанный со Стивенсом-2 из-за его более низкой радиальной скорости, которая значительно отличается от других звезд скоплений Стивенсона-2. А у нас был полет к очень экстремальной звезде, побившей все рекорды по размерам. Во вселенной Стивенсон-2-18 невероятная звезда-гигант Вселенной, которая потрясает Вселенной своей невероятной мощью и открытостью. А мы продолжаем космическое путешествие к удивительным, невероятным объектам космоса. Космическое путешествие продолжается. Космическое путешествие